Итак, всем привет! Продолжаю я освещать события турнира Lone Plane, третью стадию. И сегодняшнее видео хотелось бы посвятить информационному партнеру, этой группе ВКонтакте, Клуб Total War. Очень здорово помогли парни, в том числе и с освещением турнира. Поэтому подобрал я специально пару поединков, таких достаточно интересных для обсуждения. Думаю, должно всем понравиться, делая это. Напомню я основные правила. В третьей стадии нашего турнира запрещены летающие маунты для лордов и для героев. И у нас используются только дамажные заклинания. Поэтому давайте пообсуждаем, посмотрим, что же было так-не так сделано в поединках. Достаточно интересные бои, специально я для вас выбрал. Давайте это дело вместе обсудим. Итак, это орки против империй. Такое извечное противостояние, которое в рамках существующих правил приобретает маленько, так скажем, другой окрас, чем более классическая там сетка. И поскольку нету сетки, мы видим королеву арахнороков здесь в составе. За орков у нас идет один из топовых игроков. И противостоит ему империя в исполнении Sandblasted Skin, игрок из Америки. Ну и простецкий такой состав. На первый взгляд, казалось бы, четыре всего лишь диких орка, пехота. Бридурки с восьми пиков, не бегущие. Три у нас гоблина. Причем пообратите внимание, как грамотно все-таки располагает свою пехоту Тлакслан. То есть, вот эти товарищи, они призваны перекрыть от фронтальных чарджей тех же самых диких орков. Либо там завязать ближним боем, ну если уж вдруг не будет там кавалерии, да, как вот в данной ситуации. Завязать ближним боем какие-то там отряды соперника. Либо поддержать уже свою кавалерию с флангов. А здесь мы видим на флангах достаточно много кавалерии. По два четких пацана на флангах. И на правом фланге у нас еще и паучьи наездники, здесь лесных гоблинов. Дело в том, что часто берут за империю много кавалерии против орков. И рейхсгвардия та же. Обычно там бывает по три, по четыре, а то и по пять отрядов. Некоторые даже умудряются брать. Она присутствует в составе империи. И тогда получается, что вот эта первая фронтальная линия пехоты орков, она уязвима. Да, они не так уж и жестко прям ложатся под кавалерийскими чарджами. Но, во-первых, вот эти дикие орки не из числа тех отрядов. И, во-вторых, тем не менее, урон этот наносится. И не всегда он, естественно, в пользу... Да, как всегда он не в пользу будет тех отрядов, которые чаржатся. То есть, делается так, делается мгновенный натиск такой быстрый. И потом снова вытаскивается кавалерия. Мало того, что расстраиваются боевые порядки. И одновременно под этот натиск следует атака пехоты соперника. И вот, чтобы избежать вот таких вот негативных последствий во фронтальной линии, берут взятые вот эти именно копейщики. Ну и у нас вурзак. Замечательный такой самый красивый, самый колоритный персонаж, как по мне, из всех, пожалуй, генералов. Тут сама моделька выписана, конечно, просто замечательно. Сейчас мы ее, конечно, не будем рассматривать. Ну и под вот этот посох из костяного дерева, который дает плюс 16 атаки в ближнем бою в течение 20 аж секунд, берутся три вот этих вот заклинания, которые присутствуют. Три дамажных заклинания, все три взяты из вот этой школы. Заклинаний, как она у нас, большой? Да, большой ваг, да. Из школы большого вага. Ну, естественно, кукла врага, конечно же, здесь берется. То есть, если берете вурзага, то куклу врага брать нужно. Вообще, мне в целом нравятся вот такие ростеры, упрощенные в какой-то степени за орков, когда присутствуют какие-то чудовища. То есть, в данном случае королева арахнороков. То есть, в этом плане, конечно, мне это дело очень нравится. Ну и Сентбластед Скин идет за империю. Не берет он танк. Вот в данной ситуации, возможно, как бы это и угадано в какой-то степени. Первая линия у нас это флагелянты, которые чередуются с двумя тяжелыми мечами. Вот, обратите внимание, три флагелянта. То есть, как по мне, это очень грамотная вообще первая такая фронтальная пехотная линия против орков, которая рассчитана, естественно, под вот этих вот стрелков. Свободный отряд ополченцев, их два. И один у нас это серебряные пули. Плюс центр у нас будет держать еще и воин-жрец. Кроме этого, у нас серый маг с ямой теней и с мистифицирующими миазмами Мелькота. Ну и плюс, что там тени и зеркала, да, обилка дает бонус к скорости. Ну и Фолькмор у нас, естественно, со всеми своими обилками, присущими коляске. Это ужасающий вид, прежде всего. Ну и мы видим за Фолькмора обилку на восстановление здоровья. И вот не со всеми я здесь, наверное, соглашусь. Хотя, с другой стороны, по ходу поединка-то видно, мы увидим, что вот этот спас-бросок 22% по большому счету, здесь он Фолькмору-то, наверное, и не нужен был. Хотя я вот всегда, например, его беру. Либо который по площади, либо который вот единичный, либо оба сразу. А здесь мы за Фолькмора видим, что великий огонь души, изгнание и вот что там, не помню сейчас, как она называется. Дает аж 34 атака к атаке в ближнем бою эта обилка. Ну и кроме этого, мало кавалерии. И мне кажется, конечно, мало вот все-таки грифиты. Наверное, здесь по большому счету именно грифиты не нужны. Я думаю, сюда бы еще одного просто демика с алибардой за полторы и хотя бы еще одно копье вот сюда вот. Потому что здесь три стрелка и два копейщика и две вот эти кавалерии, то есть четыре отряда, которые должны прикрывать тылы. Ну, как по мне, маловато, поскольку здесь паучиха в составе. Да и вообще в целом, то есть обычно орки берут достаточно, ну, минимум пять кавалерий. Да, вот в данном ситуации мы видим пять кавалерий. А то обычно четыре плюс хашки, например, какие-то берутся против той же империи. Тот же танк, если вдруг он будет, да, голодранцы горгрупа пострелять. И вот в данной ситуации мы видим, что пять у нас с вами аж этих кавалерийских отрядов. И я вот просто не представляю, как можно грифитами, как можно рейхсгвардией всего лишь двумя копейщиками защититься от, по сути, шести быстрых отрядов с учетом паучихи в данной ситуации. Как защитить этих стрелков? Ну и тем более берет свободный отряд ополченцев, то есть это тот отряд, который, ну, радиострельбы у него небольшой. Вот побежали у нас серебряные пули, но совершенно не туда они побежали. Они должны уже были вот отрабатывать по королеве максимально быстро. Посмотрите, как здорово действует тлакс. Не успевают копейщики. То есть даже фронтальную линию свою, при том, что копейщики, вот они рядом стоят, империя прикрыть не успевает. Выхватывают чаржи флагелянты, выхватывают здесь еще и паучиха у нас заходит при поддержке четких пацанов орков, значит, на вепрях. Конечно, как бы ни кастовал, так скажем, вурзак сбить, ну, все-таки флагелянты мне более предпочтительны здесь, они вот в этой схватке, нежели те же дикие орки. Ну, и сходятся у нас, да, отрабатывают у нас свободный отряд ополченцев, блин, но не та цель. Только сейчас развернулись серебряные пули, то есть они уже должны были отрабатывать по королеве. Посмотрите, неплохо копейщики здесь цепанули, неплохо начал отрабатывать этот свободный отряд. Хотя урон у него не такой уж и большой в ближнем бою, да, они что у нас получается? Они сейчас отравлены, да, под воздействием паучат находятся. Ну, вот, а серебряные пули, конечно, со своим бронебойным уроном при броне 150 паучихи могли отработать более чем замечательно. Вот сейчас они начинают по ней работать и пошло у нас одно изгнание здесь и следом же идет яма теней. Посмотрите, как здорово Сэндбластед закидывает. Он просто-напросто вообще, вот эти вот два отряда, тем более при поддержке Фолькмара, одни дикие орки просто-напросто слились и вынужден здесь он вязать тяжелые мячи ближним боем всего лишь гоблинами. Замечательно, нога горка заходит у нас, великолепно зашла нога горка. Просто долбанула так этих грифитов, что, ну, для грифитов, конечно, это... Ну, и вот здесь вот уже чарж отчаяния, причем не на большой скорости, а пытается остановить продвижение орков здесь на своем фланге. Но, опять-таки, вот то, о чем говорили, что слишком мало отрядов, по большому счету, прикрытия здесь у Империи. Вот она, свободно гуляет по тылам кавалерия. Более того, посмотрите, еще целый отряд здесь стоит, его бы сюда подтянуть. Я думаю, бой закончился бы гораздо раньше и быстрее. Ну, а королева великолепным натиском справа фланга Империи прошла вот таким вот у нее маршрут. Вот. Завязала стрелков всех и плюс призванные паучата, плюс атака паучьими наездниками и все как бы на этом. Но, тем не менее, флагелянты свое дело знают. Посмотрите, все-таки первая линия, она рассыпалась, фронтальная вот эта вот пехотная у орков. И только сейчас у нас подходят грифиты, только сейчас они начинают атаковать. Вот у нас, что здесь, одно из заклинаний в Урзага, что дает 16 к атаке в ближнем бою. Посмотрите, по всей карте, то есть атака просто... А вот, ну, 36 у паучихи, 83 атака в ближнем бою. Здесь очень здорово, дикие орки аж 52 держатся. Ну и, соответственно, четким пацанам тоже такая обилка очень здорово заходит. А по-прежнему у нас отряд стоит, то есть не чувствует в нем необходимости. Насколько все-таки здорово, продуманно зашли орки. И все-таки отряд ополченцев, эти ближние стрелки, конечно, они... Ну, я думаю, в этой ситуации все-таки могли они... Да, кукла врага у нас пошла, и неплохо на воина-жреца не дают ему поддержать в атаке свою пехоту орки. Ну и, естественно, сливаются у нас рейхсгвардия, копейщики. И плюс третий копейщик, блин, ну, против паучихи, конечно, зашел бы он более чем здорово. Пытается вытащить свои серебряные пули, но ничего это уже империи здесь не дают. То есть, по факту, уже поединок сделан. То есть, вот, молодец Тлакс, его поединки всегда интересны. И играть с ним тоже, как бы, интересно. Остается пять минут, но опытный взгляд уже сразу скажет, что фолькмор и остатки, вот, пусть даже тяжелых мечников здесь много, они уже ничего не смогут сделать против паучихи. То есть, по факту паучиху уже убивать некем. Альдорфцы у нас умирают здесь под ударами паучихи, под ударами четких пацанов. Вурзак продолжает у нас тут кастовать и, бегая вокруг своих войск, продолжает бафать их на атаку. То есть, посмотрите, практически, если вот внимательно проследить весь поединок, то у нас постоянно, большую часть практически поединка, вся пехота, вся кавалерия орков, она под бафами. Ну и плюс вот абсолютно свежий целый отряд приходит, еще здесь четких пацанов. И, да, вот, очередной каст пошел у нас. Башковзрыв, да, наверное, или что там это у нас, как там это называется. Да, башковзрыв, скорее всего. Да, именно башковзрыв. То есть, снова баф пошел, посмотрите, у нас 38 атак у каких-то гоблинов. Здесь 37, ну, то есть... Более того, возвращаются у нас орки, добиваются последний отряд, который еще что-то мог сделать с паучихой, серебряные пули. И фолькмору, конечно, одному уже ситуацию здесь не выправить. Поэтому спокойно можно ускоряться. Да, здесь будут попытки еще, ну, яма теней не зашла вовремя. Тлакс выводит свои войска. Спасает пацанов от ямы теней. Ну, тем не менее, конечно, все это будет упорно. Но паучиха свое дело сделала. И вот этот резерв, конечно же, в роли, мы видим, четких пацанов-орков на вепрях. Он свою положительную роль здесь сыграл. Хотя, я думаю, зайди он сразу и избежал бы здесь флакс. Хлопот. Минуты на полторы, наверное, всего поединка. Вот такой великолепный. Еще и взгляд Морка успел запулить по серому магу. Ну, а фолькмор, он просто, ну, не умирает он, конечно. Ну, и в этой ситуации ему, конечно, уже изгнание никакое не зайдет. Здесь все-таки такое больше рандомное, конечно, заклинание, нежели представляющее какую-то высокую, там, большую опасность. Именно в данной ситуации. По концовке. Ну, и как результат мы видим, кавалерия великолепна. Посмотрите. 143, 64, 86. Да, можно сказать, что цифры не главные в Архамере. Но здесь, при таких раскладах, цифры очень, очень важны, скажем так. Поэтому 80, 110, 60 эти товарищи. По сути, у нас сражение кавалерийско-пехотное. И все эти цифры, они о многом говорят. Вот этот очень здорово был раскатан отряд. Просто великолепно вообще. В самом начале санбласт, это, наверное, самый удачный момент. Ну, фолькмар красавец вообще. Практически 140 набить. Тяжелые мячи вообще не подкачали. Флагелянты замечательно. Два сыграли. Но, паучиха на то, она и паучиха. Эти 86. Стрелки. 15, 24. Конечно, для такого количества это маловато. Я понимаю, у него было бы 4, он бы снял там процентов 30 хп. Королеве. Это еще было бы дело. А так, конечно. Ну, и вурзак. Вурзак великолепный, конечно. Так. И вот нечастый гость у нас. Это вампиры. Ну, и за Бретонию здесь парни спрашивали. Вот еще один состав за Бретонию. Но мы сейчас с вами увидим, насколько все-таки при таком раскладе вампиры слабы. И при таких правилах. И брать их, конечно, не рекомендовалось на третьей стадии. И я вот уже говорил где-то там, что я тоже угорел пару раз их взял. И, блин, они мне очень нравятся. Но не оправдали они моих надежд, скажем так. Но они и не могли этого сделать. Итак, у нас Стражи Могил 4. Три Рыцаря Крови. Член клана ВМА Ирон Дженерал идет за вампиров. Два Воина Скелета на левом фланге. Это Коаляска у нас, Колесница Смерти. И Манфред у нас с Бьюной, с Похищением Души, со всеми обилками на восстановление, на ускорение восстановления магии. И обращает на себя внимание замечательный состав за Бретонию. Такой балансный, великолепный подбор юнитов против, в данной ситуации именно против вампиров. Это фронтальная линия, три пеших оруженосца. Это два ополченца у нас, два алибардиста. Да, это, конечно, не такие крутые алибарды, как у того же Хаоса. Но, тем не менее, все-таки побить тех же рыцарей кровью, либо остановить продвижение вражеской пехоты, они вполне в состоянии. Кроме этого, у нас три копейщика. То есть, в принципе, такой состав, он и может зайти против, ну, как бы, наверное, любых все-таки вампиров. Хотя, очень балансный. То есть, прикрывают они тылы, два копейщика, один по центру, если вдруг призыв, да, но призыва нету. Но я так думаю, что у нас игрок Зеро, он ориентируется в том числе и на то, что мог бы, например, быть, да. То есть, состав, в принципе, ну, если вдруг проломятся, дрогнут, да, пешие оруженосцы. То есть, вот они, эти ополченцы здесь с копьями в три лычки вкачаны. Это очень здорово. Ну, и, естественно, памятуя о том, что призыва нету, берет аж четверех он, крестьян с луками. Хотя, даже если бы и был призыв, пока всех четырех не законтришь и дать им пострелять, возможность, конечно, всегда, вернее, возможность пострелять у них будет всегда. Кроме этого, у нас Искатели Грааля. Здесь один отряд с бронебойным уроном в одну лычку вкачан. Замечательный рыцарь Грааля. Фея у нас в роли заклинательницы, которая, что у нас, да, у нее магический. И резист, и, да, ее харасить похищением души смысла большого нету. Только тратить магию. Ну, и рюмочник у нас, конечно же, здесь призванный держать мораль всего центра. Очень правильно расположен. Ну, и, естественно, замечательные вот эти вот рыцари на королевских пегасах, которые летят, чтобы выхватить. Зачем вот они летят туда? Я подозреваю, что обычно их используют против вампиров, пока они подойдут таким образом, что... Ну, что у нас, цветение жизни не заходит. Бьюна. Обычно бьют мечников. И из них потом вытаскивают вот этих вот королевских рыцарей на королевских пегасах. Ну, тогда надо было уж здесь бить. И пошел у нас замечательный чардж на воинов скелетов, который просто их сносит. Посмотрите, они как семечки шелуха даже от семечек. Разлетаются от такой вот тяжелой кавалерии. Даже, я бы сказал, сверх, наверное, ну, не сверх, но тяжелая, да, 80 броня, конечно, это тяжелая кава. И пошла обработка у нас арчами. То есть, понятно, вампиры рассчитывают на какой-то такой мощный быстрый раш, но при поддержке тех же рыцарей крови... Ну, посмотрим, насколько это удастся. Вообще, это опасно. Ну, более того, вот, если обратили внимание, не озвучил я этот момент, они еще и похищение души следом выхватили. Посмотрите. То есть, два сразу таких заклинания в половину просадили по количеству хп. Да, вот здесь цветение жизни. Ну, вот, оно не сказать, чтобы сняло хп, но посмотрите, как оно расстроило ряды стражей могил. И заходят они в чарж, так скажем, как попало в бой. То есть, половина отряда у нас, вот этот вот центр, ну, здесь, к сожалению, пока не видно. Вот эта часть у нас отряда, она в бой не зашла. Что тоже, конечно же, не плюс в этом поединке. Ну, и подтягиваются у нас рыцари крови. Заходят они на рыцарей Грааля через своих чаржет. Здесь, в принципе, нормально через своих. Но, нету призыва. Так бы Манфред, конечно, уже бы хотя бы один-два отряда мог бы призвать и как-то законтрить стрелков. А вот этот резист, флаг цитадели, который у рыцарей крови. Да, вот они под красной яростью. Более того, еще одна судьба бьюны вот на рыцаре Грааля. То есть, очень грамотно действуют оба соперника. Магия используется здесь максимально. Однако, все-таки здорово, 10 стражей могил прошли. Может быть, при таком раскладе вообще какие-нибудь там, ну, эти упыри из клепа бы зашли. Даже, скажем так, более быстрые и подвижные отряды. Однако, вот, пожалуйста, расположение. Да, чаша, посмотрите, зелье просто великолепно заходит. То есть, снимает огромное количество хп. Ну, и возвращаясь к флагу цитадели, вот эти 22% сопротивления стрелковому урону у рыцарей крови, они не работают, когда они в ближнем бою. И посмотрите, как стрелки их обрабатывают. Вообще, понятно, сейчас основное все решается в текущий момент поединки вот здесь. Но ураганный вот этот вот обстрел двумя стрелковыми отрядами, он не вселяет надежды на то, что вампиры из этой вот ловушки здесь вырвутся. Вовремя подлетают рыцари на королевских пегасах, не дают они уйти рыцарям крови. Да, умирает и искатель Играаля, и рыцарь Играаля здесь умирают, дважды выхватывая Бьюну. Но рыцари крови умирают быстрее, и Манфред тоже здесь уже поддержать не может. Плюс вот эта вот Аура Леди у нас, вы обратите внимание, постоянно они под воздействием в нее находятся. Мало того, что снимаются ХП, еще и дебафается атака в ближнем бою аж на 8 единиц. Ну, а здесь я маленько отвлекся, конечно, ополченцы с копьями. Вот они в тылах, пожалуйста, перекрывают стрелков. Какая разница, да, вот между предыдущим поединком, где у нас были, да, что у нас, наискателей Играаля, да, наверное, Бьюна сейчас пойдет. Да, остатки магии используются у нас наискателей, но, тем не менее, не в пользу, конечно же, здесь вампиров заканчивается эта битва. Ну, а искатели, вернее, наследники вот этих Играаля, посмотрите, как они держат мораль, пешие оруженосцы не бегут. В то время как вот этот отряд сбежал, а здесь те, которые попали под воздействие, они не бегут. И, возвращаясь к предыдущему поединку, то есть, как здорово прикрыты, в общем-то, здесь тылы. Хотя, конечно, у вампиров здесь и не было такого, ну, как бы, большого количества мобильных отрядов, которые могли бы выйти по тылам. Но, тем не менее, обилие стрелковых отрядов, причем дальнобойных, они... Все-таки, основное здесь, конечно, стрелки, хоть и немного по количеству набили, но это, в основном, у нас все-таки кавалерия. Это рыцари крови, которым, по большому счету, сыграть толком и не дали им. Хотя они, естественно, сделали все, что могли. Не вина Айрон Дженерала, конечно же, просто такие правила турнирные. Но попытка засчитана. Вот такие вот поединки у нас состоялись. Коляска, да, еще плюс расстрелянная стрелками, то есть, конечно, ее тоже было тяжело защитить. Всем спасибо за внимание, всем пока! Продолжение следует...